Один. Глаза устают. Больше, больше. Два. Ещё больше круговые мышцы глаз. Глаза, сводящие кровь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова решетки вкрапления, что там аномальная зона, что там собираются все коты с округи, но есть такой праздник у котов в марте, все птицы собираются, но сел один раз стая ворон на дерево, но вот газеты эстонские стали тиражи, все об этом пишут, у всех это новая тема, аномальная зона и что там происходит. Барабашка у этого хуторя... Субтитры создавал DimaTorzok 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 мы познакомились поздоровались и уже нас зовут идем по коридору заходим вот такая большая комната так никого нет только оператор с камерой которая снимает кто был в первой части их нет а я обратил внимание здесь дверь дверь ушли те кто в первой части ладно хорошо доброволец я начинаю проводить сеанс гипноза я провожу сугестии провожу перед лицом вот такие пассы все время усиливаю усиливаю так хорошо я провожу диагностику я беру его руку отпустил она висит в воздухе рука это попытка положить на место она идет но феномен зубчатого колеса полностью полностью заторможен он вот в таком состоянии это диагностика он действительно в глубоком трансе это состояние каталепсии я ему даю даю сразу установку на раскрепощение он раскрепостился так все я проверяю координацию движения не знаю какое будет задание внуша ему здесь ручей надо пройти по камням он встает раз 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 перескочил так ловко быстро я не знал как это делать но решил рискнуть даю команду на то чтобы открыть глаза он открывает глаза и вот странное выражение он в сюжете вот перескакивал через ручей лесная поляна он не видит он смотрит но он не видит я придумываю на ходу разные задания покорми олени он ходит по комнате ломает ветки кормит олени покорми птичек он собирает семена кормит птичек белочек покорми он собирает собирают орешки и кормит белочек общается с природой гладит эти образы для него они реально существуют я придумываю на ходу надо надо что еще рыбу ловить он проверяет удочку грузил поплавок закидывать лесное озеро поймал одну рыбу снимая с крючка вторую рыбу поймал давай будем варить уху он собирает по комнате сухие ветки рогатулины и поставил поперечную палку варит уху чистит картошку глазки вырезает у картошки приправу какую-то банку вы открывает тоже туда все это у него варится а мне уже надоело ну когда но сварилась сварил но давай по чашка и вот он по два черпака одна чашка вторая чашка третья четвертая пятая я косвенно узнаю что в его там измерение того сюжета лесного озера лесной поляны кажется четверо друзей ну вот он сидит кушает ты покушал мне же интересно как вот эксперимент а когда вот я забыл сказать перескочил когда я открыл глаза он проснулся он проснулся и уже я видел что вот он смотрит на меня так как мы смотрим сейчас друг на друга и случайно случайно ну что начиная сначала я провел вот рукой рукой и он от одного движения руки он сразу попал в состоянии глубочайшего транса и начал падать я успел его поднять придержать за плечи и понял свою ошибку а второй раз я несколько раз уже сказал со своими поправками что ты откроешь глаза останешься в этом состоянии когда мы все это проделали и когда он уже покушал оператор продолжает снимать а другой рукой сует конверт начался эксперимент я достаю листок из этого конверта там написано пройти через всю комнату до противоположной стены и пощупать руками и он проходит через всю комнату выпал а он спросил какой стены он в упор не видит эту комнату он в сюжете лесного озера я тогда делаю поправку а вот сейчас ты находишься в комнате и выполни задание он проходит до стены пощупал вернулся обратно непонятно что он парва хотел непонятно потом дает 2 конверт а второй конверт второй конверт я достаю и там написано впереди препятствие надо нащупать найти его нащупать руками непреодолимое препятствие и он встает только что прошел всю комнату а тут вот раз и начинает щупать я вижу я вижу что он ощупывает препятствие не просто препятствие а вижу по движению рук это не колючая проволока не мешки с песком и даже не 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 арматура а он ощупывает стену откуда она здесь взялась и ходил-ходил и так не мог пройти эту стену со всех сторон сверху с той стороны я вижу он откуда здесь взялась стена закончили заходят сотрудники и мы посмотрим материал приходите завтра мы вам дадим кассету я так и не понял воскресенье я пришел этот молодой человек я его вывел из состояния транса я его спросил а что ты делал нет я ничего не делал я просто спал вот мы вместе пришли на следующий день воскресенье в академию наук и нам дают кассету и пришли те которые участвовали в первой части тогда видео магнитофоны только-только появились они были очень дорогие но вот у меня например не было а там в первой части оказывается участвовал другой парень доброволец и нашли самоучка гипнотизер по книгам он научился это делать да он не медик не врач и а он говорит поехали ко мне мы посмотрим у меня видео магнитофон хитачи мы поехали приезжаем поставили кассету смотрим в этой же комнате заходят первые двое другой парень и самоучка гипнотизер так и начинает сеанс сеанс такой ну не непрофессиональный конечно грубый авторитарный но он ввел в состояние гипноза он не делал раскрепощение диагностики нет и глаза закрыты и они получили задания через конверт точно так же и в конверте было написано что здесь в этой комнате кирпичи раствор надо построить стенку надо построить стенку и вот они начали мастерить начиная с первых рядов там кирпичи укладывать выдержки нет кричит командует не получается надо встать на колени координации нет он как заторможенный такой ну кое-как кое-как два ряда три ряда может быть положили а потом дает уже готовую стенку проверь свою работу этот парень встал улыбается отмучаться проверять стена где она стоит ну не за что зацепиться ну вот розетка ну примерно на этой линии на этой линии да и и когда мы посмотрели вторую часть а получается мой в моей части доброволец он нашел именно стенку вот а потом стали думать что энд парва хотел доказать ну один в состоянии гипноза построил стенку а другой нашел ее что энд парва хотела